Стоя над Игдрасилем, Мулан услышала, как молитвы ее почитателей умолкли и сменились невразумительным бормотанием. Аларун сказал ей, что другие боги слышат то же самое. Боги стали обсуждать свои видения о мире, погрязшем в безумии и отчаянии. Внезапно Игдрасиль начал трястись и корчиться, и сбросил богов в озеро внизу. Вода озера начала бурлить и пениться. Что-то поднимается из его глубин. Аларун содрогается от ужаса, когда из озера появляется гигантская фигура Ктулфу. Когда монструозное существо направляется к Игдрасилю, из всех богов один лишь Зевс не поддается страху. Бывший повелитель Олимпа атакует Ктулфу, но тот не обращает внимания на молнии и продолжает движение. Однако, приблизившись к Игдрасилю вплотную, чудовище внезапно исчезает. Дерево увядает и чернеет, теперь Сифона принимается плакать, а боги понимают, что никакого Ктулфу на самом деле здесь не было. Но это чудовище теперь на свободе. Всем здорова народ, вы на канале Арти и сегодня мы поговорим с вами о Ктулху. Великий спящий Ктулху относится к роли стражей из пантеона Великие Древние. Хотелось бы сейчас рассмотреть его способности, ну а потом поделиться с вами своим мнением. И также хотелось бы после ролика, чтобы вы оставили комментарии, мнения свои по поводу данного персонажа. Потому что, ну действительно, много людей его ждали, как мне кажется, он достаточно популярен. И мне кажется, это очень крутой уход со стороны ХРСов, то что они вводят таких персонажей. Пассивная способность, страх его пища. Ктулху подрывает психику вражеских богов, накладывая на них заряды мучения способностями и последним ударом из цепочки базовых атак. При четырех зарядах мучения враги погружаются в безумие. Находясь рядом с богами, по действиям этого эффекта Ктулху получает магическую силу. Но выглядит это приблизительно так, как вы видите сейчас на экране. И это, по моему мнению, очень крутая эксклюзивная пассивка. Первая способность у нас потеря рассудка. Ктулху выпускает мощный заряд энергии, нанося урон всем задетым врагам и снижая их скорость атаки. Задетые враги наносят Ктулху меньше урона в течение 6 секунд. Способность накладывает на врага один заряд мучения. Два заряда, если враг стоит лицом Ктулху. Или эффект страха, если на него действует безумие. При пожирании безумия навсегда повышается поглощение урона этой способности. Урон на максимальном уровне 270 единиц, плюс 40% вашей магической силы. Скорость атаки снижается на 30% и длительность страха 1,5 секунды. Поглощение урона при этом 20 секунд. Я просто в шоке, если честно, от этой даже первой способности. Я думаю, что цифры здесь немножко завышены для персонажа, который является все-таки стражем. И должен танковать, а не наносить урон. Но я больше чем уверен. Ребята, делаем скрины. То, что при выходе Ктулху будут собирать в дэмэдж, либо в полудэмэдж. И он будет просто ходячий попоболью для всех, кто будет играть против него. Далее способность бездна. Ктулху создает портал Бездны, окруженный сверхъестественной энергией. Во время активации бездна становится все больше. А затем из портала вырываются две сферы, которые наносят урон всем врагам в этой области. Первый выстрел замедляет врагов, а второй обездвиживает. Обе сферы накладываются на врагов в заряд мучения. Отмена способности останавливает рост бездны и не дает сферам вырваться из портала. Урон на максимальном уровне у нас 230 плюс 30 магической силы. Замедление 10%. Замедление от сфер 35%. Длительность этого самого замедления 1 секунду. Вообще просто я не знаю его способности. Говорят нам о том, что Ктулху должен был быть магом, как я думаю. Но почему-то его сделали стражем. Следующая обилка у нас это волна ужаса. Ктулху создает по бокам вращающиеся снаряды. Взмахивая крыльями и летит вперед, нанося задетым врагам урон. Оглушая и отбрасывая их. Снаряды летят медленнее, но дальше, чем Рывок Ктулху. Они также наносят урон. Задетые Ктулху или снарядами враги получают 1 заряд мучения. Урон на максимальном уровне 240 плюс 40% магической силы. Длительность оглушения 0,4 секунды. Это нормально. Урон от снарядов и еще 170 урона плюс 20% вашей магической силы. Это просто какой-то имбалансный страж, который будет наносить урон всеми своими обилками и нехилыми такими цифрами, если честно. Далее, ультимативная способность. Сумасшествие. Ктулху принимает свой истинный облик, превращая поле битвы в рельех и нанося урон врагам рядом с ним. В этой форме Ктулху обретает новые способности. Враги рядом с ним получают заряд мучения. Количество зарядов увеличивается, если враги смотрят в его сторону. Ослабляющий эффект потери рассудка снижает урон, который они наносят Ктулху. Урон на максимальном уровне 340 единиц плюс 50% вашей магической силы. Здоровье максимальное 30%. Длительность 16 секунд. Только задумайтесь, 16 секунд. Поглощение урона в начале действия 80%. Это просто какая-то жесть. При этом ультимативная способность все три его обилки меняет и у него еще есть три новые обилки. Это разрыв, когда Ктулху создает три огромных снаряда. Они наносят врагам урон и накладывают на них суммирующиеся заряды снижения защиты. Это разрушение, когда Ктулху выпускает поток телекинетической энергии, которая наносит врагам урон и подбрасывает их. И трансуфия. Ктулху наполняет область вокруг себя своей жизненной силой, даруя союзникам здоровье, скорость передвижения и силу, и нанося врагам при этом урон. Чем ближе враги находятся к Ктулху, тем выше урон. Способность наносит Ктулху урон в размере 6% от его максимального здоровья. Если у него меньше 20% здоровья, он не получает урон, но эффект, действующий на союзниках, становится на 50% слабее. Это просто какая-то имба. Я не знаю, все цифры, которые сейчас предоставлены при переводе и всем остальном, я считаю, какие-то дико завышенные для Стража. Он будет мега домажным, мега сильным, будет иметь ульт, при котором никто пропушить вашу линию не сможет, либо ваших фениксов. Я не знаю, это очень-очень мощный, домажный Страж, который при этом очень-очень круто выглядит. В общем, это видео будет небольшим. Я хотел бы просто с вами обсудить Ктулху его способности, зачитать вам их, обсудить. И я максимально надеюсь на вашу лояльность в данном ролике, потому что я такие ролики снимаю нечасто. Я хотел бы увидеть лайки, я хотел бы увидеть обсуждения в комментариях. Я первый комментарий оставлю, под которым мы можем все это обсудить, а дальше дело за вами, ребят. Если вам такой формат нравится, я буду больше делать таких записей про разных богов, про их способности. То есть это не будет гайдом, это будет просто обзорное видео. Поэтому, если ты посмотрел это видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Я очень хочу набить 6000 подписчиков, и все зависит именно от тебя. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok